К тем, о которых стоит поговорить, ну, в данном случае, я уже вас, по-моему, подвёл, всё-таки подвёл не в смысле обманул, подвёл, не в смысле натолкнул на что-то худое, нет, а подвёл, в смысле логически подвёл к тому, а что же нам-то даёт этот подвиг спасения, который совершил Христос? Сейчас я вам зачитал как раз Иоанна Дамаскина, что, кажется, это было-то видел только началом. Закваска, пишет, Феофан Затворник только была вложена, во времена апостолов она только проявилась, а дальше она должна заквасить всё тело человечества. Как же происходит это? Это происходит для тех, кто способен увидеть себя, кто способен понять, что он совсем не тот, кем он должен быть, о чём говорит ему и разум, и совесть. Этот человек, тот-то способен, вы слышите? Это не так просто, вот, извините, это не так просто, нет, потому что моё Я – это превыше всего, это жуткое. Вот тот, я говорю, кто способен, он принимает христианство сознательно. Я говорю, сознательно, не по обычаю, по обычаю. А я крещён? Да, ты крещён. О, да, всё в порядке. Чья член церкви? Ты член церкви. Помните, я вам зачитывал, Паскаля, как он пишет, прям со слезами даже. Раньше, чтобы стать членом церкви, ты должен был доказать своей жизнью, что ты достоин этого. Можешь принять христианство. А теперь тебя никто не спрашивает. Раз, и всё в порядке. Ты готов. Член ты церкви. Так вот, для некоторых, кто способен, способен, вот, увидеть себя, способен принять христианство. Это спасительное деяние Христа. Совершается у такого человека через приобщение к церкви, которое по апостолу есть тело Христова. Слышите? Вы слышите тело Христова? О чём речь-то идёт? Обращайте внимание. Мы только сейчас говорили. Какое стало тело Христа? Бесстрастным, медленным, бессмертным. Исцеление произошло. И церковь есть тело Христово. Ты можешь стать, оказывается, членом этого бессмертного, нетленного, бесстрастного тела Христова. И это происходит в таинстве, которое называется таинством крещения. Крещение. Что в нём происходит в этом таинстве? Я не хочу вам сейчас читать лекцию о том, что вы уже, наверное, тысячу раз проходили по догматическому богословию, как оно совершается, почему и что. А хочу сказать вам о другом. Ну, прежде два слова скажу, поскольку у нас апологетика, что священные омовения в истории человечества всегда бывали. И на священные всегда вода рассматривалась как символ очищения человека. Как знак очищения. Цертулян даже писал, что с такой иронией писал, что они думают, что вода их очищает от грехов. Говорит о язычниках. Дело-то в том, это неудивительно, потому что вода действительно нас очищает, наше тело, и нетрудно было предположить, что она каким-то образом может действовать на душу. Но то, о чём говорит христианство, совсем другое, что не имеет... Ну, очень далеко отстоит от того, что подразумевали под водой и под омовениями все предшествующие ритуалы различных религий. Каково святоотеческое понимание крещения? Они утверждают... Я вам сейчас зачитаю несколько святых отцов, чтобы вы это имели в виду, потому что как-то неудивительно, я вам скажу, но то, что пишут святые отцы, куда тысячи не было... Не знаю, может быть, вам говорят, но когда я учился, нам никто не говорил. А они говорят в удивительной вещи. Они говорят, что в крещении человеку даётся семечко. Семечко кого? Последнего Адама, так апостол Павел называет Христа. Первый Адам, ясно. Второй Адам. Адам – это кто? Родоначальник. От первого Адама, каким мы рождаемся, все знаем. Здесь пишут святые отцы, в крещении человек получает вот это духовное семя, нового Адама, бессмертного, нетленного, бесстрастного. Почему семя? Почему семя? По очень простой причине. Семя надо вырастить. А чтобы вырастить, надо соблюсти условия. Её надо поливать, сыть на огороде. Пропалывать надо, чтобы сырники не заглушили. Укрывать, если хотите, от жары там. В общем, всячески культивировать, чтобы семя не только не погибло, но чтобы выросло и дало плод. Плод. Слышите? Не плод даётся сразу, как это, я помню, нас учили. Всё, дали крещение. Всю, всё. Нет. Нет. Тебе даётся семя. Ну, впрочем, во-первых, насчёт семени. Что святые отцы пишут, и апостолы пишут, что это семя, а не что-нибудь. Посмотрите. Вот я вам приведу. Апостол Пётр. Возрождённые, называет христиан, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. А какое это Слово Божие, которое живует и пребывает вовек? Надо бы написать слово-то с большой буквы. Ведь одно слово, которое говорится, другое слово. Помните? Вот на Пасху будем слышать «эн архи ин о логос». Вначале было слово «кэологос прон тон феон», «простон феон». «кэфеос ин о логос». И Бог было слово с большой буквы. Слово – это кто? Тот, кто, воплотившись, стал Христос. Мы родились, оказывается, не от тленного семени, а от нетленного Слова Божьего. Слово «видеть» имеет два смысла. И в данном случае, поскольку речь идёт от пребывающего вовек, это апостол Пётр пишет, значит, о каком идёт слове? О Христе. А Ян Богослов что пишет? «Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нём». Интересно, какое семя? Любопытно. Святитель Игнатий Вринчанинов, комментируя слова апостола Павла, мы сделали причастниками Христу, называет это семя зерном. Зерном. В Евангелии часто он называется закваской, зерном. Вот что он пишет. Здесь, разумеется, благодать крещения. Слышите? Прямо пишет. Разумеется, благодать крещения, насаждаемая в нас при вступлении в сочетании со Христом подобно зерну горчичному. И со ссылками на много отцов так он прямо, прямо называет это семя даже самим Христом. Слышите, замечательно как. Вот что он пишет. Святой Исаак Сирин, слова 1 и 84, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения как семя в землю. Слышите, что происходит? Дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изящести своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. И ссылается, говорит, смотри, преподоба Марка Подвижника, слово о крещении Ксанфа Пулов, главы такие-то, и прочее. Слышите, что пишет? Преподобный Григорий Синаид, смотрите, что пишет. Между тем, принятое нами о Христе Иисусе во святом крещении, слышите, принятое нами во святом крещении, не истребляется, а только зарывается, как некое сокровище в землю. И благоразумие, и благодарность требует позаботиться о том, чтобы открыть его и привезти в явность. Посему, если искренне хотим раскрыть сокрытое в нас семя благодатное, вы слышите, благодатное, то поспешим скорее навыкнуть всему последнему сердечному упражнению и иметь всегда в сердце это одно дело молитвы и так далее. Святитель Тихон Задонский саму веру истину употребляет этому благодатному семени, получаемому в крещении. Он прям пишет. Вера живая есть дар Божий и есть аки семя некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому все бавятся. Патриарх Сергий Старгородский в своей замечательной книге, кстати, очень хорошая книга «Православные учения о спасении». Замечательная. Вся на святых отцах. Просто молодец. Да, замечательно пишет. Писал «Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. Человек постепенно очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенно». Вы посмотрите, а оказывается, что в крещении дается семя. Только семя. Кстати, обращаю ваше внимание, друзья мои, что то, что мы говорим о таинстве крещения, то же самое происходит и в любом другом таинстве. в таинстве дается семя, а не полнота уже древые плоды. А то приходят, мы венчались, а вот у нас, смотрите, и развелись. А что вы сделали с этим семечком? А ничего. Ничего. Думали, уже плоды. Живи, как в раю. Ничего не делая. надо запомнить в любом таинстве возможность. Так же, как от человека рождается человек с даром речи. Есть в нём в человеке дар речи. У обезьяны нет этого дара речи. Мы получаем семя, а не полноту даров. А в священстве то же самое. То же самое. Конечно. А то сразу получил сан и уже я. Кто ты? Ты семечко получил. Ещё твоим семечком не насытишь никого и себя тоже. Вот так. Таково святотеительское учение о крещении. Ещё на что не обращают внимание. на то, что крещение не магия. Дар благодати даётся не в силу совершения обряда крещения. Ничего подобного. Святые отцы просто решительно настаивают на основании того, что учат апостолы. Апостол Павел прямо пишет «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, кто и пожнет». А пророк Иеремии так вообще говорит «Проклят, кто делает дело Господне небрежно». Просто так по обычаю принять или окрестить. Крещение приносит человеку благо только при условии соответствующего веры. и самое главное, самое главное при этом искреннего желания изменить свою жизнь. Нет этого, тогда всё обессмысливается. Всё обессмысливается. Вот в чём дело-то. И Господь предупреждает в притче о талантах, предупреждает, помните, что Он пишет о том, кто получил один талант. Помните, что пишет, который зарыл землю? Тот, кто принимает крещение просто так, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И, сказав этого, это прибавил, кто имеет уши слышать, да слышит. Слышит или нет? Слышите вы все, которые принимаете крещение или крестите просто так, по обычаю, слышите, выбрось и вон раба негодного. Святой Кирилл Иерусалимский прямо говорит, если ты лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а дух крестить не будет. Иоанн Дамаскин пишет, ибо тот, кто приступает к окрещению, коварно скорее будет осужден, нежели получит пользу. Марк Подвижник пишет, уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещению, неверным же и зловерным, и по крещению не дается. Слышите? Не дается. Формально да, он крещен, крестился, а на самом деле слышите, что, оказывается, происходит? Это надо иметь в виду. Посмотрите, вот священному ученику Фаддей что пишет. Правда, многих крещеных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовные жизни ничем не отличаются от жизни некрещенных. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего, ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещеный должен привиться к доброй маслени Христу через веру и любовь, которая обильно вселяет душу человека жить Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить. Вы знаете, как строго предупреждают святые отцы, вот я сейчас не имею уже времени вам это зачитывать относительно того, чтобы проявлять крещение по обычаю или уж ради каких-то, знаете, суеверных вещей, а особенно, когда крестят детей ради того, чтобы не плакал, чтобы не болел, чтобы лучше рос, то есть до Бога и тела нет, спасётся, ничего, главное, чтобы сейчас было хорошо, это цель устали, то есть чистое языческое такое намерение. Но надо же понять, что Бог-то видит, почему мы крестим. Бог видит, ради спасения мы крестим или ради чего? Бога не обманешь, и тогда соответственно получаем плоды. Какие? Тернии и волчцы, как написано ещё в первых библейских строках. твердым, и у у во в в Продолжение следует...